Привет всем любителям творчества! Сегодня я вам предлагаю видео по созданию шикарной интерьерной картины Картины, которая подойдет даже для дома самыми новыми современными интерьерами Такая картина будет отлично смотреться как в комнате с светлым интерьером, так и в комнате с темных тонах Такая картина отлично будет смотреться как в детской комнате, так и на кухне, так и в комнате для приема гостей Это видео также будет полезно и профессионалам, которые занимались уже творчеством Так как способ, с помощью которого я создавала ромашки, новый, интересный и бюджетный Я вам расскажу, как без молдов и ваннера можно создать достаточно объемную ромашку с минимальными затратами Если вам интересно, как же я создавала такую красоту и что же для этого я использовала, тогда оставайтесь вместе со мной Но прежде чем начать делать этот шедевр, хотела с вами немножко поговорить Хотела бы сказать, что сама я с Украины, но мне очень бы хотелось узнать откуда же вы Мне пишут достаточно много зрителей, которые находятся по всему миру, они с разных стран У меня зрители примерно с 25 стран всего мира Напишите, если вам не сложно, откуда именно вы И также мне очень интересно, занимались ли вы когда-нибудь творчеством Если да, то каким? Ну а теперь приступим Первый этап это создание цветов Для ромашечек я буду использовать белый фоамиран Фоамиран можно брать любой, главное, чтобы это был чистый белый цвет Я вырезала квадрат примерно 6,5-7 сантиметров Срезаю 4 угла Складываю пополам И еще раз пополам Прожимаю хорошенечко все линии Указываю центр Разрезаю по боковым линиям Теперь разрезаю напополам И еще раз напополам В итоге получилось 4 детали Точно так же с другой стороны Раскрываю И срезаю углы сначала с одной стороны Переворачиваю И срезаю со второй стороны И так дальше В итоге у меня получилась вот такая вот деталь Теперь буду придавать форму моим лепесточкам Для этого мне необходима зажигалка И так же можно использовать молд для ромашки Я же, как всегда, использую более бюджетные материалы Поэтому я не стала заказывать молд И приобрела Обычную гофробумагу Из гофрированной бумаги Я отрезала небольшой кусочек И с помощью нее буду придавать форму моим лепесткам Все, как всегда, очень легко И все, как всегда, очень просто Беру один лепесточек Разогреваю И прикладываю В итоге мой лепесточек Приобретает красивую фактуру Очень похожий с натуральной Так поступлю со всеми своими лепесточками В итоге у меня получилась вот такая вот красивая заготовочка Все лепестки получились очень красивые и похожи на натуральные Для одного цветочка мне необходимо две заготовочки Идем дальше Дальше мне необходимо взять полосочку желтого фоамирана Длина 20-20,5 см И ширина 5 мм Складываю полосочку пополам И нарезаю тоненькие-тоненькие полосочки Нужно резать максимально близко к краю Вот что у меня получилось в итоге Теперь мне необходимо взять проволочку Складываю ее пополам И прокручиваю Теперь беру заготовочку и приклеиваю Для этого буду использовать секундный клей В итоге у меня получилась вот такая вот уже серединка Теперь немножко подровняю край Возьму зажигалку и сделаю красивую серединку Вот что у меня получается Камера конечно же не передает все оттенки моей серединки Но вот такая вот получается уже красота При нагревании край моей серединки истончается И получается намного симпатичней чем без зажигалки Идем дальше Теперь продеваем через серединку И приклеиваем Продеваем теперь через вторую деталь Вот что уже получилось Получилась очень даже симпатичная ромашечка Объемная, не плоская и симпатичная И получается очень даже натурально Теперь таким же способом я буду делать И вторую ромашечку немножко поменьше Для этого я возьму круг Примерно 5 сантиметров И проделаю ту же операцию Что и с ромашкой побольше Вот такие вот заготовочки И теперь мне необходима серединка Для этого снова беру полосочку 15 сантиметров длиной И ширина 5 миллиметров Нарезаю точно так же Как для предыдущего цветочка Так же буду склеивать И собирать цветочек Вот такие два цветочка у меня уже получились Получилось достаточно красиво Теперь буду декорировать Заднюю часть цветочка Для этого мне необходим Кружочек примерно 2 сантиметра 2-2,5 сантиметра Теперь обрабатываю край кружочка Вот таким вот способом Вот такая вот деталь уже получилась Продеваю через проволочку И теперь мне нужна еще одна деталь Немножко поменьше по размеру 1,5 сантиметра Продеваю и проклеиваю Теперь буду создавать бутоны Для бутончиков мне необходимы Размер 3,5 на 1,5 сантиметра Складываю пополам Нарезаю вот таким вот способом И срезаю углы Вот таким вот способом Возьму полосочку Длиной 10 сантиметров И ширина основа Пол сантиметра Точно так же же нарезаю на полосочки Склеиваю И приклеиваю к белым деталям Теперь возьму одну заготовочку И протру ее в пальцах И теперь приклею И теперь приклею вторую часть Вот что уже получилось Бутончик уже у меня готов Следующий этап Это формирование листьев Для листочков я взяла Прямоугольник Зеленого фоамирана Для листочков я использую Разные размеры Например Этот листочек у меня По длине 8 сантиметров И по ширине примерно 4 сантиметра Как я уже сказала Листочки я все делаю Разного размера Я нарезаю прямоугольнички Разного размера И потом формирую листья Этот же листочек Я сделала размером чуть поменьше Примерно 5,5-6 сантиметров И ширина 3 сантиметра И вырезаю форму листочка Можно сделать себе шаблон И по нему вырезать А можно резать так как я Без шаблонов Нажимаю Оттягиваю Нажимаю Оттягиваю Одна сторона И точно так же Вторую сторону Теперь мне необходимо Проволочка Немножко потолще Чтобы легче было приклеивать Складываю листочек пополам Листочек пополам Если вас цвет полностью устраивает Тогда вам этот этап нужно пропустить Дальше мне нужно будет использовать молд Для этого разогреваю листочек И получилась вот такая вот уже форма Дальше в некоторых местах пройдусь зажигалкой И сделаю несколько волн Теперь если получилась очень широкая вот эта часть Ее нужно срезать Вот такой вот листочек симпатичный У меня уже получился Следующий этап Это декорирование стебелька Для этого я беру какой-нибудь элемент цветочка Беру трубочку Зеленого цвета Продеваю И приклеиваю Дальше возьму что-нибудь остренькое И сделаю отверстие под листочки Сначала креплю небольшие тоненькие Идем дальше Теперь перехожу к варианту цветочка номер 2 Для этого мне необходимо Снова три вида фоамирана Снова я использую фоамиран иранский Желтый, розовый и зеленый Начнем с серединки Для серединки я возьму фольгу И сделаю из нее основу Шарик Диаметром примерно полтора сантиметра Квадрат примерно 6,5 сантиметров Сначала его сгибаю пополам Еще раз пополам Разогреваю и прокручиваю в пальцы Раскрываю Примеряю И приклеиваю Вот такая вот серединка у меня уже получилась Достаточно интересная по форме Теперь возьму полосочку желтого цвета Длина 17 сантиметров И ширина 2 сантиметра Складываю пополам И нарезаю вот каким способом Теперь буду готовить лепесточки Для лепесточка мне необходим Квадрат Размером 3,5 сантиметра Срезаю три угла Теперь возьму зажигалкой И придам форму Смотрите продолжение в следующей части На первый ряд у меня ушло 5 лепестков. Перехожу теперь ко второму ряду. Буду приклеивать между лепестками. Второй ряд я использовала тоже 5 лепестков. Вот такой вот цветочек интересный уже получился. Теперь для этого цветочка я буду делать чашелистик. Для этого я возьму зеленый фоамиран. Размер примерно 5 сантиметров. Складываю его пополам. Еще раз пополам. И срезаю два угла. Прорезала, оттянула и снова прорезала. И на второй стороне точно так же разогрела зажигалкой. И прокрутила в пальцах. Раскрываю и приклеиваю. Вот что получилось. Теперь я вам покажу, как я буду создавать листочки. Все очень просто. Возьму зеленый квадрат. Снова же таки все листочки я делаю разные по размеру. Примерно 6,5 сантиметров. Срезаю два угла. Нажимаю, оттягиваю. Одна сторона и вторую. Вот такая вот форма получилась. Теперь возьму проволоку и приклею. Начинаю не с самого верха, а немножко пониже. Немножко промотала и потянула наверх. И сделала небольшое утолщение. Если необходимо, можно эту процедуру повторить еще раз. Все цветы я уже подготовила. Теперь перехожу к следующему этапу. Следующий этап это работа с фоном. Наношу рисунок и вырезаю. Теперь возьму канцелярский нож и буду вырезать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Теперь следующий этап. Выкладываю все цветы и приклеиваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. И смотрится очень оригинально. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте темы для следующих мастер-классов. И да, именно эту картину я создала по заявкам моих подписчиков. Так что следующая картина может быть та, которую попросили сделать именно вы. Всем до свидания и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok